В первую очередь, конечно, хотел бы извиниться перед пассажирами этого рейса и перед теми людьми. Я так понимаю, сотни людей пострадали от того, что был закрыт аэропорт Внуково. Тысячи людей, видимо, застряли из-за того, что мы просто перекрыли автодорогу во Внуково. Здесь ограничили движение. Но это просто еще раз показывает то, что происходит в России и показывает абсолютную правильность. Я не могу сказать, что это мой выбор. Не то, что я выбирал возвращаться или не возвращаться. Такой вопрос не стоял вообще ни одну секунду. Но это показывает о том, как нужно здесь бороться. Потому что, господи, боже мой, это же не просто власть каких-то отвратительных воров, но и совершенно ничтожных людей, которые занимаются какой-то ерундой. Они действительно поставили авиационную безопасность огромного прекрасного города под угрозу. Ну, просто зачем? Для того, чтобы он там Путин сказал, да кому он нужен. Я прилетел сюда и могу сказать, что я совершенно счастлив, что прилетел. И это мой лучший день за последние пять месяцев. Несмотря на то, что Германия классная страна, я очень благодарен всем. Ну, в первую очередь врачам, конечно, и медсестрам, с которыми я там столкнулся. Здесь мой дом. Я приехал сюда, и я приезжаю, меня все спрашивают, боишься, не боишься? Я не боюсь. Я абсолютно с нормальным чувством иду на подгран-контроль. Выйду и поеду домой, потому что я знаю, что я прав. Я знаю, что уголовные дела все против меня сфабрикованы. И все вот эти вот страшилки, то, что меня пытались испугать, даже не правда на моей, не только правда на моей стороне, но и суд. Меня, собственно говоря, собираются посадить по делу, по которому было вынесено решение Европейского суда в мою пользу. Поэтому я ничего не боюсь и вас призываю ничего не бояться. Спасибо большое. Пошли на покару.